Приветствую вас, друзья! Меня зовут Лера Мартьянова, я автор блога о детских и подростковых книжках «Мартышка». И сегодня, во время нашего импровизированного перерыва на кофе, я расскажу вам о своих любимых шведских авторах, книжки которых переведены на русский язык и которые написаны для средних и старших школьников. Но, конечно, взрослым их тоже можно читать. Пожалуй, моя любовь к шведской литературе началась с Ульфа Старка. Мне очень жаль, что его больше с нами нет, и, пожалуй, когда его не стало, для меня это была большая потеря личная, как будто ушел член семьи. И тем больше мне хочется читать и перечитывать его книги, чтобы он словно оставался со мной. Первая книжка Старка, которую я прочитала «Пусть танцуют белые медведи» в прекрасном переводе Ольги Мейоц, и она про парня Лассы, у которого разводятся родители. При этом мальчик очень любит отца, но общество по инерции считает, что он должен остаться с мамой. Наверное, здесь все-таки в центре внимания не развод родителей даже, а то потрясающее уважение, которое Старк испытывает к ребенку. Он словно говорит нам, мы взрослые, привыкли решать все за детей. Но почему? Они достаточно сильные и умные, чтобы брать на себя ответственность. Если честно, Ласса не производит впечатление человека, которому можно что-то доверить. Он хулиган, не очень успевает в учебе, не может определиться со своими чувствами к Тине. Такой парень сумбур. Но разве мы не испытывали того же в подростковом возрасте? Некоторые, впрочем, продолжают испытывать это до сих пор. Поэтому, когда он осознает силу своих поступков, берет за них ответственность, смотрит на все это безумие со стороны, он принимает решение, собирает вещи и переезжает к отцу, которого он так любит и на которого он так похож. Еще одна книжка Старка, которую я обожаю, «Чудаки и зануды». И она, пожалуй, стала самой скандальной его книжкой, потому что там есть момент разоблачения девочки, переодетой мальчиком, совершенно невинный во время заплыва на спор в озере. В общем, уставшие и замерзшие ребята греются в сарае, и обман главной героини Симоны вскрывается, ну, просто потому, что она перестрессовала и забыла о притворстве и наготе. Но обо всем по порядку. Симоне 12, у нее талантливая мама-художница со странноватым новым спутником жизни. Еще у них есть классный дед, который сбегает из дома престарелых. Но вообще, деды, у Старка это отдельная история. Поговорим о них позже подробнее. Итак, Симона из-за того, что ее мама решила съехаться с новым мужчиной, вынуждена изменить любимый порядок вещей, переехать в другую часть города, пойти в новую школу. И там к ее имени забывают добавить окончание, а из-за того, что она худенькая, с короткой стрижкой, одевается в пацанские шмотки, и новый класс принимает ее за парня. И с этим связано несколько комичных моментов. Немного в духе молодежных ситкомов, когда твоя подруга считает тебя симпатичным пацаном и флиртует с тобой, а тот, кто вообще считает тебя странным новеньким, но вроде ок-парняга, на самом деле тебе очень нравится. Книжка постоянно балансирует на грани нелепости и любви. Какие-то совершенно дурацкие ошибки всех героев, и детей, и взрослых, их попытки услышать друг друга. Вот что здесь, как мне кажется, важно. Мы недавно обсуждали с одной моей коллегой, что Старка от всех скандинавских авторов, и, пожалуй, от шведских авторов, отличает то, что его внутренний ребенок никогда не обижен. А если и да, то недолго, не всерьез. То есть ты читаешь его книги и являешься одновременно всеми, импотируешь ко всем. И к подростку, и к условно маме-папе, и к деду. Ты хорошо понимаешь их чувства с учетом возраста и обстоятельств. И, наверное, таким образом больше узнаешь о самом себе. Еще две книжки Старка, которые как раз продолжают ту самую тему деда в его творчестве. Она, правда, одна из ключевых. Возможно, это потому, что у самого писателя были особые отношения с дедушкой. Ульф не раз признавался, что некоторые черты своих героев он списывал с детских воспоминаний. И вот мой друг Перси, Буффало, Билл и Я для меня, пожалуй, это лучшая книга о любви. Потому что Старк, с одной стороны, рассказывает нам историю подростка, который переживает какие-то первые романтические эмоции. И есть это соперничество с другом, который лучше тебя буквально во всем. А с другой стороны мы видим дедушку и бабушку, у которых многолетняя история любви. И дедушка понимает, что жена к нему охладела, отдалилась и вообще, может быть, жалеет, что провела с ним жизнь. И то, как Старк показывает ревность, соперничество, желание быть любимым, это вне возраста, конечно. И такие связи через поколение для него очень важны. Потому что родители настолько близкие нам по времени люди, что с ними невозможно дружить. А представить деда молодым довольно-таки сложно. И от этого он становится каким-то персонажем из другого мира. С волшебными приключениями, необыкновенными историями, старыми фотографиями. Он подошел к письменному столу. Там было три ящика. Один заперт на замок. Мне это было хорошо известно. Я не раз пытался его открыть. Дедушка думал в кулак. А когда разжал его, внутри оказался ключ. Мне он прежде никогда этот фокус не показывал. Я и не догадывался, что он умеет делать такие штуки. Дедушка отпер ящик и достал оттуда монетку. — Знаешь, что это такое? — спросил он Перси. — Конечно, знает, — сказал я. — Это монетка. — Да, но не простая. Это серебряный доллар. И не обычный серебряный доллар, а особенный. Вот, посмотрите. Дед указал разбитым ногтем на середину монеты. — Тут вмятина, — заметил Перси. — Это след от выстрела Буффало Билла, — объяснил дедушка. И он рассказал нам про Буффало Билла. Я впервые услышал эту историю. Дедушка так увлекся рассказом, что даже перестал чертыхаться. На самом деле Буффало Билла звали Уильям Ф. Коди. Но он назвал себя Буффало Билл. Так ему больше нравилось. Это был знаменитый охотник на бизонов, следопыт и искатель приключений на Диком Западе. Были еще Дики Билл Хикок и Джек Техасец. Но с ними дедушка никогда не встречался. — Буффало Билла я увидел в Лондоне, — рассказывал дедушка. Он выступал со своим всемирно знаменитым цирком Дикого Запада. Они гастролировали по миру. Пока наше судно стояло в порту, я трижды ходил на их представление. Даже продал цепочку от часов, чтоб хватило на билет. — Здорово было, — спросил Перси. — Здорово? — Потрясающе! Дикие бизоны мчатся прямо на тебя. Индейцы, ковбои. Такие они трюки выделывали. Никогда ничего подобного не видел. Буффало Билл скакал на белом коне и стрелял лучше всех. Ему подбрасывали в воздух монеты, и он попадал в каждую. Я поймал вот эту. Дедушка подкинул монетку и сразу поймал ее. — Я ее не продам и за тысячу крон, — добавил он. — Это память. А потом я спросил Буффало Билла, хочет ли он получить ее назад. — Нет, нет, — ответил он. — Просто держи ее. — Так ты с ним взаправду разговаривал? — спросил я. — Конечно, — кивнул дедушка. И руку ему жал. У него были такие белые перчатки с крагами. — Nice to meet you, — сказал он мне. Это значит, рад был познакомиться. Вспомнив это, дед улыбнулся и убрал монетку в стол. У меня и фотография его осталась. Там он в ковбойской шляпе сидит на лошади и улыбается. Я попросил его подписать карточку для бабушки, и он написал — To Erica Stark with love, yours, Bufalo Bill. Не знаю, сохранила ли она ее, но мне, по крайней мере, она призналась, что никого шикарнее в жизни не видела. И последняя книжка Старка, о которой я хочу рассказать. Но она, скорее, не для подростков, а для младших и средних школьников. И в «Беглецах» мы словно видим продолжение истории из «Мой друг» Персии, Bufalo Bill и я. Но здесь мы понимаем, что бабушка умерла, характер у деда окончательно испортился, у него начались проблемы со здоровьем, родители при этом предпочли рационально дистанцироваться и переложить всю ответственность на врачей. Но внук понимает, что деду плохо не потому, что он постарел, ослабел, болен, а потому, что он одинок в его жизни, больше нет любви. Вообще, мне кажется, что это так трогательно и смешно сравнивать подростковый и стариковский бунт. Они меня не понимают, считают меня беспомощным, больным и так далее. Сбегу туда, где мне хорошо. И, в общем-то, дед с внуком сбегают. Но, спойлер, их побег был не очень опасным, они вернулись в целости и сохранности. Тут, конечно, есть и про вранье, и про родительские ожидания, и про страх быть раскрытым, и про смерть. Но, наверное, больше про любовь, которая в нас остается и дает нам силы на все. Я надолго остановилась на творчестве Старка. Разумеется, у него есть и другие книги, но пора двигаться дальше. И вот еще один автор, который пишет в жанре более-менее реализма, хотя такой хулиганской, абсолютно детской фантазии у нее тоже достаточно, это Фриды Нильсон «Нежно мною любимая». У Фриды есть и потрясающие приключенческие книги «Пираты Ледового моря», «Тонкий меч» и невероятно трогательная история о приемном родительстве «Меня удочерила горилла». Но больше всего я, пожалуй, люблю вот эту книгу. Она называется «Джаггер-джаггер» и убивает сразу нескольких зайцев. То есть затрагивает как минимум четыре темы. Это фэтшейминг, буллинг, проблемам бездомных и бродячих собак. Главный герой книги – восьмилетний Бэнгт, но несмотря на его возраст, мне все-таки кажется, что это, опять же, книжка для уверенного читателя среднего школьного возраста, который как раз в этот момент переходит из состояния ребенка в состояние подростка, и сверстники оценивают его по степени крутости. Так вот, Бэнгт не крутой. Он полноватый, над ним издеваются, запирают его в мусорном сарайчике, где стоят баки для отходов, и именно там его находит бездомный пес Джаггер. И тут сразу возникает тысяча вариантов развития событий. Отомстить обидчикам? А как? Подружиться с бродячим псом? А что на это скажут родители? А как вообще заводят настоящих друзей? И что это такое, друг? Мне очень нравится во Фриде то, что она никогда не поучает читателя. Пожалуй, это свойство всех шведских авторов. Они говорят об эмоциях, о странных событиях в жизни, может быть, неприятных. Предлагают вам познакомиться со странными персонажами, но при этом просто рассказывают классную историю, не оценивая поступки героев. В общем, Джаггер лично для меня это даже не все те сложные темы, которые я перечислила в начале. Это, наверное, книжка про жизнь, про очень разных людей в ней, и про то, как мы справляемся с кризисами. Не всегда хорошо. Для меня эта книжка о том, что друзей и правда можно найти где угодно, даже на помойке. Еще одна моя любимая писательница из Швеции – Мария Гриппа. Я обожаю все ее книжки. Это такое счастье, если честно, что Белая Ворона начала ее издавать прям каким-то потоком. И вот любовь моя началась с книжки «Дети Стеклодува». Это такая мрачноватая сказка для младших и средних школьников. И тут мы подходим к еще одной особенности шведских авторов – это таинственность, магический реализм, нуар. В общем, все то, от чего у меня совершенно захватывает дух. И вот Мария Гриппа, как мне кажется, яркий тому пример, потому что все ее произведения, пронизанные этим духом, это все не просто так, повсюду знаки, у всего есть душа. Такая очень тонкая чувствительность, которая, как мне кажется, характерна для подростков. Эта атмосфера есть и в Сесилии Агнес, и в тетралоге о тенях, ну, одно название чего стоит. И, наконец, она есть в моей любимой книжке «Гриппе. Навозный жук летает в сумерках». Это история о трех ребятах – 12-летнем юносе, его старшей сестре Анике и их друге Давиде. Подросткам доверяют присматривать за старинным поместьем, которое, как оказывается, хранит в себе множество тайн. Мне жутко нравится, что все герои этой книги очень разные, со своими увлечениями и целями. Например, Юнос, такой эмоциональный, пытливый, мечтает стать журналистом. Давид – вдумчивый и молчаливый, увлечен наукой. Аника – тонкая, с обостренным чувством справедливости, сильная и романтичная, настоящая современная девчонка, готовая постоять за себя. Я совершенно точно не смогу расстаться с этой книгой и буду ее перечитывать. Казалось бы, это детектив, и я уже знаю, в чем развязка. Но то, с какой потрясающей любовью к деталям, к человеческим эмоциям, вообще ко всему живому относятся Гриппы – это удивительно. С одной стороны, она рассказывает нечто сказочное. С другой стороны, я верю в ее героев, они более чем реальны. А с третьей, какая-то удивительная способность Гриппы мистифицировать любого жука, любую травинку, делает ее абсолютным мастером в жанре магического реализма. Аника стояла в ванной Силандерского дома и мыла цветы. Дверь в ванную комнату, которая находилась в прихожей, была открыта, и Аника могла одновременно говорить с Давидом, расположившимся в гостиной. Аника начинала привыкать к Силандерскому поместью, ей нравилось здесь. Поливая душем цветы, она разговаривала с ними. «Это хорошо», – говорил Давид, – «так и надо. Цветы любят, когда с ними разговаривают». У бабушки Аники всегда были очень красивые цветы, а все потому, – объясняла бабушка, – что она с ними разговаривает. Раньше Аника смеялась, думая, что это лишь старое суеверие. Но Давид объяснил, что такое вполне возможно. Это даже доказали некоторые современные исследования. То же самое имел в виду Андреас Вик, когда писал о вселенской душе, позволявшей всем живым существам понимать друг друга. И вот, стоя в ванной, Аника мурлыкала. «Вот так, дорогой, давай-ка помоем еще под листиками». «Что ты сказала?» – крикнул Давид из гостиной. «Ничего особенного, я просто болтала с цветком». Аника подставила под душ следующий горшок. Это был бальзамин, весь усыпанный цветами. Он вырос и разветвился так, что еле держался в горшке. Аника задумалась, что с ним делать. Вдруг Давид закричал. «Аника, что ты делаешь? Что там происходит?» Голос у него был встревоженный. Аника оставила цветок и вышла из ванной с ножницами в руках. Давид показал на датчик селандриана. «Посмотри, что с ним творится. Наверное, его что-то напугало. Ты что, сломала какое-нибудь растение?» «Да нет. Аника ничего такого не делала. Но она и сама видела, как испуганно дрожит стрелка на гальванометре». «А зачем тебе ножницы?» – спросил Давид. Аника объяснила, что бальзамин слишком разросся, и она собиралась его обрезать. Давид сказал, что этого делать не стоит. Цветы нельзя обрезать во время цветения. Лучше воткнуть в землю палочки и подпереть стебли. Аника отложила ножницы. Давид взглянул на гальванометр. Иголка больше не дрожала. Селандриан успокоился. Выходит, Аника растревожила его одной только мыслью о том, что бальзамин надо подрезать. Аника посмотрела на Селандриан. Этот цветок внушал ей уважение. Он жил на одном и том же месте с XVIII века. Он вырос из семечка, которое посадила Эмилия Селандер. Посадила с большой любовью. Наверное, его не раз пересаживали, но все равно это был потомок того самого цветка. Он прожил долгую цветочную жизнь. Многое видел, многое помнил. И выражал это на свой загадочный лад. У него точно так же, как у людей, был свой язык жестов. Что, если растения понимают язык и мысли людей? А люди не способны понять мысли цветов, потому что люди уважают только разум себе подобных и не видят мудрости цветов. И, наконец, еще один шведский автор – Якоб Вигелиус. Он абсолютно уникален, не только талантливый рассказчик, но еще и потрясающий иллюстратор собственных книг. Прежде чем я расскажу об этой внушительной по виду книге, необходимо сказать про ее приквел. «Легенда о Салли Джонс» выходила в России и раньше, в 2012 году, а в прошлом ее переиздали в «Белой вороне». И это, как вы видите, абсолютная история для младших школьников. Я вот читала ее в одном из детских центров, и мы с ребятами с удовольствием рассматривали картинки. Это история про гориллу Салли, которая прошла сложный путь от похищения браконьерами до возвращения в стаю, которая оказалась, ну, в общем, не таким, как она ожидала. Если честно, поначалу такая яркая криминальная составляющая детской книжки меня насторожила. Кражи, погони, пистолеты, ограбление банков, мошенничество. Ну, будем честны, не всякий родитель согласится на такие темы в детской литературе. Но поскольку я видела живую реакцию детей, могу сказать, что они воспринимают это абсолютно как декорации, хорошо понимают закон жанра детектива. И их гораздо больше волновали чувства гориллы. Больно, скучает, хочет сбежать, ну и так далее. Так вот, правда о Салли Джонс – это продолжение. И уже такой полноценный приключенческий роман с абсолютно нуарной атмосферой. Достаточно взглянуть на портреты персонажей, которые автор поместил в начале. К ним можно возвращаться в любой момент чтения и восхищаться графикой и образом в целом. Салли Джонс – удивительная горилла. Она работает помощником Старпома в машинном отделении, ну, собственно, он, Генри Каскелло, и научил ее всему, что она умеет – разбираться в механизмах, читать и писать. И если абстрагироваться от того, что главная героиня книги – горилла, то читается она как невероятный качественный детектив. И хотя Вигелиус формально находится в одном жанре с гриппой, но его книги, пожалуй, написаны совершенно в другой динамике и с другим настроением. Мир Вигелиуса опасный, враждебный, в нем нет мистики, но ты словно постоянно ждешь подвоха. Вспомните себя подростком. Разве вам не казалось в какой-то момент, что все против вас? Однажды утром, когда я стояла за мраморной колонной под окном ее спальни, дверь балкона открылась, и я услышала ее низкий, властный голос. «Эй, ты за колонной! Пойди сюда быстро!» Я застыла на месте, точно парализованная. Бежать? Но куда? Пока я в ужасе пыталась решить, что мне делать, Маджи Сахиба вышла. Вблизи она была огромной и ужасной, с широкими угольно-черными бровями. Цвет ее лица напоминал старинное кожаное кресло. «Ага, моя дорогая обезьянка!» – строго пробосила она. «Пойдем-ка поговорим с глазу на глаз. Ну, давай же, пошевеливайся, пока нас никто не увидел». Крепко вцепившись в мою руку, она повела меня в свои покои. В отличие от других помпезных и шикарных помещений дворца, ее комнаты были обставлены скромно и старомодно. «Ты за мной шпионишь!» – упрямо, без обедняков заявила она, как только дверь за нами закрылась. «Потому-то я так давно и не видела здесь этого бездельника. Я права?» Я сразу поняла, что пытаться обмануть эту женщину было бы ошибкой. Изображать дурочку тоже бесполезно. Поэтому я кивнула. Маджи Сахиба пристально смотрела мне в глаза. Я не отвела взгляда. Ее суровые черты, показалось мне, немного смягчились. «Говорят, ты не обычное животное», – сказала она. «Что ж, похоже на правду». Она тяжело опустилась на один из простых стульев, которые стояли в ее комнате. Сердце мое колотилось. «Чем все это закончится?» Маджи Сахиба погрузилась в свои мысли. «Мой сын – тиран», – через некоторое время сказала она. «Слабоумный диктатор и неисправимый развратник. Точь в точь, как и дед его и отец. Ему плевать на народ. Он думает только о собственных капризах и удовольствиях. Люди, пхапури, бедны. Школы и больницы ветшают. Дороги разрушены. А он тратит миллионы рупий на спортивные автомобили и закатывает пирушки для таких же, как он, никчемных бездельников, которые болтаются у него во дворце. Это стыд и позор. Я уже многие годы пытаюсь до него достучаться». Маджи Сахиба вдруг ужасно устала. «Мой сын никогда меня не слушал», – продолжила она. «И никогда не послушает, что бы я ни сказала. Поэтому я не стану говорить ему, что знаю, зачем ты сюда приходишь. Это ни к чему не приведет. Он просто придумает другой способ меня обманывать, а тебя посадят в клетку или скормят тигром. Я не хочу марать свою совесть». Маджи Сахиба встала. Силы, похоже, вернулись к ней. Она скрестила руки на груди и сказала, «Но ты должна перестать крутиться под окнами моей спальни. Я этого не потерплю. Отныне, когда я решу, что мой сын может посетить Занану, я буду завязывать красную ленточку на перилах моего балкона. А все остальное время пусть и не думает сюда соваться». Договорились? Я кивнула. Маджи Сахиба провела рукой по моей щеке и велела мне уходить. Больше она никогда со мной не разговаривала и даже виду не подавала, что замечает меня. Мне так и не представилось случая показать, как я ей благодарна. Надеюсь, она это и так поняла. Вигелиус, в общем-то, говорит нам каждой своей книгой, да, в мире есть разные вещи, красивые и страшные. Да, есть разные люди, добрые и подлые. Но если ты нашел первых, и они стали твоими союзниками, друзьями, семьей, ты непобедим. Ты в безопасности. Спасибо вам за то, что посмотрели это видео. Спасибо Генеральному консульству Швеции за приглашение. Читайте книги, будьте детьми и берегите себя.